Как праздник Масленица проходит? Ой, мне очень нравится, в общем, все хорошо. Как праздник вы находите, как думаете? Масленица. Какая Масленица? Мау! Вот, уже один упал, это хорошее начало. О, видали, как надо блины переворачивать? Бабушки, учитесь. Так, Райпо тащит. Давайте, давайте. О, побежали, вот. Настоящая домохозяйка. Ей не надо бегать, ей надо готовить. Блин, блин, эй, не перевер... Эй, эй, жульничает, Райпо жульничает. О, как надо переворачивать. Медведь поддерживает. Медведь вообще может. Так, 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 это кто? Во, о, да, как надо. Так. Райпо впереди. Потом розовая команда какая-то на втором, походу, месте. А блины, наверное, вкусные. Надо потом попробовать. Это почта России, самая быстрая почта в мире. А почему почта так медленно доставляет, что посылки? Кто, да, кто вам сказал? А откуда медленно-то? С Алиэкспресса. С Алиэкспресса. С Алиэкспресса? Ну, это, блин, не знаю, даже. Китайцы все виноваты, сволочи. А почему, почему они во всем виноваты? Быстро, ну, не знаю, у них самолет медленно летает, наверное. А как-то подскажете, можно там как-то самолет сделать, чтобы они быстрее летали? Ну, мы сейчас на собачьи упряжки перейдем, вот когда через Якутию посылки быстрее дойдут, в общем. А вот если там море какое-то будет, преграду, как будете преодолевать? Ну, там на лодке. А собаку, да. На подводной лодке. У нас и плавать научатся. А, то есть у вас и сани, и это... У вас не почта уже универсальная, она... И катера у нас на балансе, в общем, и подводные лодки, атомные, в общем, причем. А у вас есть там нехватка персонала? Персонал, да? Что, желаешь почтальоном? Ну, да, было желание. Всегда в детстве мечтал стать почтальоном. Смотри, какой попец. Команды готовятся. Сейчас будет веселое начало. Смотри, смотри, как надо. Вот это настоящие прямо снегоходцы. Вот, да. Какая шайба, я не понимаю. Это вупсень-пупсень. Они немножко опаздывают. Райпо, не задерживаясь, все. А-а-а. Урайпо, авария. Давай, давай. Так. Обращение безопасности. Да. Эх, Райпо отстает. Это школа Олимпийского резерва. В общем, смотри на одеялку. Одеялка помогает. Одеялка, вон. Смотри, одеялка что-то пытается сделать. Ярые болельщики. А почему они на одном снегоступе? Эх, 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 никак. Это одеялка. Да, услышали, меня услышали. Давай, Райпо, Райпо сломал свой снегоступ. Как так? Давайте, давайте, давайте. Нормально. Что, блины ели, нет? Нет, пока еще нет. А почему? Да не знаю, мы потом поедем. А с чем блины вкуснее? С морогом, не с мясом. А пробовали с облепиховым маслом? Нет, нет с чем. Ну, говорят, это вкусно. А, понятно. А шашлыки ели? Еще нет. А почему? У нас денег мало. А попросить? Ну, там есть шашлычный барон Исаак звать. Вот он может шашлык один бесплатно дать. Да? Да. Ну, не знаю, сейчас пойдем. Смотри, сейчас злесет. Смотри, как надо. Райпо, что Райпо упало? Зачем? Смотри, сейчас опять с них что-то отойти. Форма 1, районная версия. Их надо на боню с этими санями. Какую шайбу? Смотри, смотри, сейчас занесет как. Стрит-рейсеры Кошкинского района. Михаил Шумахер нервно покуривает в сторонке. Слетает. Эй, уехали, не туда, уехали. Как идет торговля в нашем районе? Торговля нормально идет, но клиентов у вас мало. Почему так? Потому что вы не зовете никого, рекламу не делаете. Ну вот, давайте сделайте там рекламу на Кошкинское ТВ. Сами себя преркормируйте, можете? Ну давайте, зачем мне клиент приведете, я вам сделаю рекламу. Не, не, ну так не интересно. Вот до нас зашел слух, до нашей программы, то, что вы воздушная принцесса, это правда? Нет, не правда. А почему? Потому что я не такой. Пойдем мы сейчас к второй воздушной принцессе. Здравствуйте, можете дать нам интервью? Для программы Кошки ТВ? Нет, не ко мне. А вы вообще никак не можете дать? Нет. Здрасте, нас отправили к вам, сказали, что вы можете дать там интервью. Какое? Для программы Кошки ТВ. Мы зададим вам несколько вопросов. А как вы боретесь с конкурентами? Ну он там вот стоит, мужичок тоже шариком торгует. Да ну никак, дружим с конкурентами. Дружим, а там борьбы никакой нет такого. А что так это? Ну он же ваших клиентов забирает. Что такое? Народу много, на всех хватит. Истребитель здесь все. Вот, истребитель. Не хотите истребитель? Приходите, покупайте истребитель. А цены вот как, приемлемы, нет вообще? Цены подорожали, но мы пока не прибавляем. То есть вы делаете такую добрую услугу для клиентов? Да. Какая вы добрая, спасибо. До свидания. Нравится вам вообще праздник, нет? Нравится. А что посоветуйте молодежи в этот праздник там? Ну веселье, что посоветую. Может какое-то там особое празднование, не знаю. Не знаю. Молодежь сами знает, что делать. Мы не знаем, что делать. А я молодец. Здравствуйте. Вы в мочалке, да? Вы все? Это мыло, да? Мыло. А у вас какое? Ягодное. А еще есть там какие-то вкусы такие особенные? Хвойное очень хорошее мыло. А это правда то, что в детстве у вас кусали, ну пробовали на вкус? Да нет. Ой, конечно. Есть и мыло, ели, да. Она же ягодами пахнет. Ели, да, мыло. Ну ягодами это, а на вкус почему оно другое, а не как ягода? Там только запах приятный. Вот так вот, почему нету то, что у них вкусы, как у ягод? Ну потому что ягода натуральная, а мыло все-таки там химические добавки. Спасибо. Мочалки, здравствуйте. Как, подскажите, какими лучше пользоваться там средствами для умывания, там не знаю. Ну мочалками обязательно. Самыми натуральными, теми, которыми вяжут наши бабушки. А если, допустим, бабушка не умеет вязать мочалку? Сейчас все можно купить. Сейчас все можно купить. У нас в Кошкинском районе мастерит очень-очень много. А вот не подскажете там пару имен, кто так мастерит мочалки? Кто? Ой, у нас в соседях Романова, Галина, отчество не знаю. Мочалки изумительные вяжут, обращайтесь к ней. А где она живет, не подскажете, что? Северную. Все, идем сейчас на улицу Северную брать мочалку. Как бороться с ядреным, канином запахом? За участие в масляничном параде организации в удивительности сказки. А запах пора? Да. Там ядреный прям бодрит, да? Да. Что посоветуете молодежи? Молодежи что посоветую. Как отмечать этот праздник? Как? Как много не пить, под заборами не валяться, на мой забор не ссать. А уже были такие случаи? Были. Вы ждете, когда будут сжигать масляку? Шляпу. Прям вот только ради этого пришли? Да. А мы масляницу провожали, Мы на горушку выходили, Ой, лада, лада, выходили, Ой, лада, лада, выходили. Сарым горушку посыпали, Масля в горушку поливали, Ой, лада, лада, поливали, Ой, лада, лада, поливали. Наша масляница дорогая, Она гостюшка готовая. Ой, лада, лада, как новая Ой, лада, лада, как новая